Поводом для выездного совещания комиссии по ЖКХ Щелковского горсовета стали очередные жалобы жителей на неприятный запах в некоторых микрорайонах города, особенно по ночам. Причем среди этих жителей оказались и сами депутаты. Это скажу по моей инициативе на комиссии по ЖКХ. Я поставила этот вопрос. Почему? Потому что я, в общем-то, заинтересованное лицо. Я живу рядом. Пролетарский 14 микрорайон, солнечный. Много лет уже запахи. Сейчас меньше, правда, стало уже. Проблема работы предприятия не только в старом оборудовании. Один из очистных комплексов введен в эксплуатацию в 1966 году, другой в 1982. Их параметры были рассчитаны на тогдашнюю численность населения и уровень производства. Есть и проблема отношения граждан к пользованию канализацией. У нас так и не научились люди телезонно пользоваться канализационными сетями. Вот есть открытые люки, куда сливается ассенциация машины. Все, что откачают где-то, сливается, и это все приплывает сюда. Вы поймите, мы здесь работаем, и вот нас обвиняют во многом. Мы делаем все, что в наших силах предприятия. Они заверяют точно. За последние три года на средства, выделенные из госбюджета, удалось заменить много изношенное оборудование. Закуплены и используются биопрепараты, предназначенные для устранения неприятных запахов, которые сопровождают процесс очистки источных вод. Эти препараты помогут улучшить экологическую обстановку на предприятии и в городе Щелково. Мы приняли решение приехать, посмотреть еще раз, как проходит реконструкция, потому что знаем, что с 2014 года активно власти взялись за реконструкцию очистных межрайонных сооружений. Уже достаточно большое количество денег вложено. Эти деньги идут через наш городской бюджет. Трансфер нам больше полутора миллиардов денег выделено на Московскую область. Они прошли через наш бюджет, и вот мы посмотрели, как они освоены, что было сделано, и что планируется еще сделать. И та реконструкция, которая предполагается в течение трех лет закончить, позволит нам надеяться на то, что запахов больше не будет ни в летний период, ни в зимний. Так что окончательного решения вопроса ждать осталось совсем недолго.